Сейчас я хочу пригласить к выступлению следующую докладщицу Дарья Бищ, Минск, PR-менеджер Тутбай с темой доклада «Пиар в интернете». Добрый день, меня зовут Дарья, являюсь PR-менеджером белорусского портала Тутбай. Спасибо большое всем, кто остался. Ну, видно, это те люди, которые как раз-таки интересуются связями с общественностью, которым это действительно будет полезно. И, пожалуй, начну я свой доклад слегка банально, но чтобы как-то настроить вас на то, что будем мы разговаривать непосредственно о пиаре в интернете. Для начала, что такое пиар? Ну, вообще, у меня вопрос к аудитории. Многие из вас практикуют пиар в своей деятельности? Поднимите руки. Отлично, отлично. Значит, многие, возможно, даже все знают, что пиар – это деятельность, которая направлена на установление доброжелательных отношений с целевой аудиторией, между целевой аудиторией и организацией, и направлена на укрепление, поддержание имиджа, репутации компании. И следует отметить, что связи с общественностью довольно-таки молодая сфера. Если брать Республику Беларусь, то у нас это порядка двух десятков лет. Поэтому говорить о том, что пиар у нас развит так же, как на Западе, где в свое время в данной сфере чуть более ста лет, говорить, наверное, еще пока рано. Но, тем не менее, многие компании понимают важность связи с общественностью и, безусловно, практикуют и пытаются применять его на практике. В связи с этим, если мы говорим о крупных компаниях, они, как правило, возят у себя специальные отделы, департаменты, которые занимаются связями с общественностью. И также есть отдельные аутсорсинговые компании, которые могут заняться пиаром непосредственно для вашей организации, если у вас какая-то маленькая организация, интернет-магазин, и, тем не менее, вам необходимо связи с общественностью поддерживать каким-то образом. И, безусловно, пиар, он развивается в различных сферах. И сегодня, поскольку мы живем все-таки в информационном обществе, интернет, он играет очень важную роль, и пиар сегодня развивается больше всего, наверное, даже в интернете. Другими словами, как вы видите, вот сейчас на слайде есть пиар в интернете, или digital пиар, и остановимся на нем. Значит, почему же интернет? Интернет сегодня, как я уже сказала, он очень развивается, и мы видим преимущество интернета в том, что он доступен, здесь информация подается оперативно, она актуальна, и, безусловно, в интернете очень легко заниматься интерактивом с вашей аудиторией. И именно туда на сегодняшний день большая часть аудитории и уходит. Поэтому свою целевую аудиторию, в какой бы компании ни работали, следует искать в интернете в том числе. И забывать о том, что на онлайн-площадках также есть люди, которые могут прийти завтра к вам за покупкой, или прийти к вам почитать и принести трафик на ваш сайт, об этом забывать не стоит. Ну и, конечно же, в интернете у нас идет рост конкуренции. То есть если мы сегодня забываем о том, что в онлайне тоже можно заниматься продвижением своего продукта, то в это время конкурент не спит, он занимается продвижением лучше, чем возможно, и, соответственно, конкурентная борьба разворачивается уже на просторах интернета. Значит, основные инструменты, которые сегодня пиар-специалист может использовать, работая с интернетом, это сторонние источники информации, рассылка, социальные сети, пиар-какие-то события, внутрикорпоративные онлайн-ресурсы. Сейчас мы поговорим более подробно о каждой из данных составляющих, и, безусловно, для того, чтобы пиар приносил пользу и, наверное, был на 100% оправдан, необходимо совмещать все вот эти вот инструменты и стараться их использовать в практике. Значит, когда мы говорим о сторонних источниках, мы подразумеваем какие-то внешние источники и по-другому можно это назвать управлением вашей репутацией. Что это значит? Это значит, что когда создается компания, когда о ней кто-то узнает, когда она начинает продавать свой продукт или продвигать какую-то услугу, безусловно, есть какая-то реакция от вашей целевой аудитории. Поэтому не забывайте о том, что следует проводить периодические мониторинги. То есть для этого у нас есть форумы, для этого у нас есть влоги, у нас есть социальные сети, где наша целевая аудитория может оставить какой-то комментарий, положить имя негативный. И здесь вы видите скриншот непосредственно отзывов о русском портале Тутбай. Мониторингами мы тоже постоянно занимаемся и хочу вам сказать, что это приносит большой эффект, это очень помогает дальше как-то корректировать стратегию работы с интернетом, помогает улучшать нашу деятельность, показывает, что людям интересно и как-то все-таки поддерживает. И следует помнить, что отзывы могут быть не только положительными, но они могут быть и негативными. И вот если вы встречаетесь с негативными отзывами, тоже на них реагируйте, потому что если пошел негатив, неважно, пускай ты оставил один, два, три человека, неважно, за ними могут потянуться следующие. В любом случае нужно как-то отреагировать. И как замечали наши коллеги, которые работают в связях с общественностью, ни в коем случае не оставляйте без комментариев. То есть это чревато. Ну и вот по горячим следам мы с этого года начали проводить нашу конференцию «Деловой интернет» в регионах в том числе. И сразу же стали проводить мониторинги. Сказать, что конференция встретила какой-то негатив нельзя, потому что она все-таки прошла успешно, мы это отметили, но тем не менее какие-то минусы были, потому что полностью идеального быть не может. И мы провели мониторинг, мы собрали как положительные, как негативные отзывы, и уже начали работу над этими отзывами для того, чтобы улучшить конференцию в следующий раз, когда поедем в следующий регион. Поэтому, когда вы подводите какую-то, делаете таблицу, ведете какую-то статистику, всегда помните о том, что вы работаете со своим пользователем, вы работаете со своим клиентом. Поэтому если он что-то о вас сказал, вы должны выслушать его, вы должны среагировать на то, что он сказал. И в мониторинге также, если мы абстрагируемся от пользователя, мы должны также помнить, что в какой-то степени мы работаем и с нашими конкурентами. И мониторинги нам здесь очень-очень помогают, потому что где как ни в интернете, где информация абсолютно доступна, абсолютно открыта, мы можем проследить за тем, что же делает наш конкурент, и понять, какая у него стратегия, чем он в данный момент занимается, как он думает, и где-то разработать стратегию, и, возможно, даже нанести какой-то, ну, можно даже сказать, удар, скажем так, чтобы привлечь целевую аудиторию вашего конкурента на свою сторону. Дальше. Следующий инструмент — это рассылка. Рассылка включает в себя, в первую очередь, конечно же, релизы, но релизы, скорее, будут они более релевантны для крупных компаний, поскольку есть какие-то связи с журналистами, когда у нас происходит нечто важное, значимое, что будет полезно также для нашей целевой аудитории, мы, безусловно, должны это запустить в средства массовой информации для того, чтобы об этом узнали люди, окружение. Когда мы пишем релиз, мы должны помнить, что новость, она не должна быть банальной. То есть, если у нас происходит что-то важное для нашей компании, мы должны все-таки посмотреть с разных сторон на произошедшее и понять, действительно ли это будет интересно нашей целевой аудитории. То есть, возможно, это нечто еще не дорожшее до новости бум, до новости вау, которая вызовет какой-то наплыв, опять-таки, трафика на сайт, которая вызовет какое-то восхищение. И новость, если свести максимально в три характеристики, она должна быть уникальной. То есть, это то, что не должно повторять ваших конкурентов. Это универсальное торговое предложение, грубо говоря. Потому что, когда вы пишете новость, вы тоже продаете свою компанию, но вы продаете ее репутационно. И далее она должна быть действительно значимой. То есть, здесь понятно, что для каких-то компаний, если мы говорим про компании, которые работают в глобальном плане, там, у них может быть новость. Социальная значимость, экономическая значимость, политическая значимость. Либо же это, если мы говорим о компаниях, которые все-таки в более узкой сфере работают, у них должно быть, опять-таки, некая важность для аудитории в плане открытия нового проекта, продвижения. То есть, то, что принесет пользу нашему потребителю, пользователю. И новость должна быть неординарной. Неординарный – это, скорее, пункт, который, безусловно, необязателен во всех новостях. Но, тем не менее, если же вы понимаете, что у вас не происходит каких-то глобальных изменений в компании с периодичностью хотя бы в месяц, то вы в любом случае должны как-то выкрутиться, придумать что-то интересное, неординарное, творческое, креативное, что вызовет интерес у вашей аудитории и сможет как-то привлечь внимание. У нас, например, понятно, что мы вводим какие-то новые услуги, новые ресурсы, но в то же время мы практикуем и написание каких-то более креативных вещей. Например, ежемесячно мы публикуем поисковые чарты Тутбая, где рассказываем о том, что же ищет наш пользователь у нас на портале, и стараемся как-то варьировать. То есть это не то, что там… Да, изначально это было просто топ-10 того, что ищут в интернете, потом мы к Новому году, например, запускали, что же люди желали. То есть со словом «я желаю», потом смотрели, что же они желали, составляли рейтинг того, что желали белорусы к Новому году. То есть вот эти вот характеристики, они очень важны для того, чтобы у вас новость действительно была читаемая. Вы должны понимать, что просто взять и написать обо что, это пользу никакой не принесет. То есть вы всегда должны думать о результате, о том, что будет у вас на выходе. Далее, социальные сети. Ну, социальные сети, это понятно, что он является, наверное, одним из наиболее распространенных сегодня используемых пиар-инструментов в интернете. Это не зря, потому что площадки социальных сетей, это опять-таки площадки, где собирается активная часть нашей целевой аудитории, те, которые могут оказать влияние на, опять-таки, развитие компаний, которые не боятся высказываться и которые, безусловно, приносят пользу тем, что они нам высказываются. И когда мы ведем общение на площадках социальных непосредственно, мы должны помнить, что это общение, оно имеет определенные характеристики. Здесь я привела, наверное, самое… Ну, опять-таки, попыталась ввести в некую общую концепцию того, каким должно быть общение компании в социальной сети. Во-первых, это общение непрерывное. То есть вы должны понимать, что если вы создаете аккаунт в ВКонтакте или в Фейсбуке, или вы завели хэштег в Твиттере, вы должны помнить, что общаться вы с аудиторией должны непрерывно, потому что в социальной сети сегодня люди постоянно находятся онлайн. И если вы заходите на страничку компании, в которой последний пост был два месяца назад, то, в принципе, желания возвращаться, опять-таки, на эту же страничку у вас уже не будет, потому что понятно, что, скорее всего, компания не уделяет много времени социальным сетям, и им это неинтересно. Ну, соответственно, и вашему пользователю больше будет неинтересно общаться с вами на вашей же странице. Общение должно быть неформальным. Почему? Потому что в социальных сетях сегодня в основном это молодежь, это люди, которым интересно более такое неофициальное общение, поэтому вы не должны бояться того, чтобы как-то разговаривать не так, как вы разговариваете, например, с журналистами, не так, как разговариваете с подрядчиками, не так, как разговариваете со своими партнерами. То есть это люди, с которыми вы должны общаться, возможно, на «вы», в какой-то степени, но у себя прокручивает, что это все-таки на «ты», чтобы у вас было вот это понимание равноправия друг с другом. Общение может быть нестандартным, и оно должно быть нестандартным. Здесь подразумевается то, что сегодня, в принципе, интернет – это такая площадка, где нет каких-то определенных правил. В социальных сетях их подавно нет. Поэтому если в социальной сети кто-то, допустим, не используется площадка, так как она должна использоваться, она так и не должна использоваться. То есть если никто никогда не использовал ее в качестве площадки для проведения онлайн-пресс-конференции, почему бы вам ее не сделать? Если никто не проводил какое-то мероприятие, ну именно онлайн-мероприятие на площадке на своей, почему бы вы эту идею не используете? То есть не бойтесь экспериментировать. Это пользователи любят, и им такое неформатное, нестандартное общение, им очень интересно. Интерактивное. Ну интерактив, наверное, он пронизывает все вот эти характеристики, потому что все-таки мы создаем аккаунт не для себя, не для своих компаний, мы создаем аккаунт для наших пользователей, чтобы они постоянно находились с нами на связи. Поэтому вводить какие-то опросы, обсуждения, это всегда очень полезно. Аудитория чувствует, что вам интересно знать их мнение, и, соответственно, они, наоборот, идут с вами на контакт и охотно делятся этим мнением. И потом, впоследствии, если у вас какие-то есть ошибки, какие-то где-то вы очень сильно ошибаетесь, аудитория примет, поймет, и, возможно, негатива будет меньше. А если он и будет, то он будет скорее конструктивным, нежели деструктивным для вашей компании. И это общение, безусловно, искренне. То, что я уже сейчас затронула. То есть умение признать свою ошибку, написать об этом, умение где-то даже посмеяться над собой. То есть если вы где-то что-то сделали не так, можно это перевернуть в шутку. И первая площадка, в которую это пойдет, скорее всего, будет социальная сеть. Потому что социальная сеть – это, опять-таки, оперативное предоставление информации для вашей целевой аудитории. И, в принципе, социальные площадки тоже можно использовать в качестве кризисного управления. То есть, опять-таки, если у вас что-то случается, заявить о чем-то в социальной сети тоже будет полезным. И у нас, например, когда мы проводили, ну вот из разряда посмеяться над собой и пожалеть, наверное, в какой-то степени себя, мы, когда проводили деловой интернет, самую крупнейшую конференцию в офлайне, которая у нас проходит осенью прошлого года, за два дня до начала конференции, на выходные, к нам приходят ленточки для бейджов ланьярды из Москвы. Не с тем логотипом, с которым мы заказывали. То есть, там, в принципе, был не то, чтобы логотип белорусской компании, там был логотип некой компании из России. И мы, безусловно, были расстроены, потому что через два дня конференции, ланьярдов этих нету, у нас полторы тысячи человек, и что им раздавать, и куда им вешать эти бейджики, которые мы готовили и ламинировали. Некуда было. Поэтому что мы сделали? Мы сделали, ну, это скорее была безысходность, которую хотелось поделиться со своей аудиторией. Мы сфотографировали эти ланьярды и запостили себе на страничку Фейсбука, чтобы вот, видите, как вот бывает в жизни, что готовили-готовили, заказывали-заказывали, заранее все сделали, а тут за два дня конференции вот такой вот бац, и непонятно, что делать. Ну, и контакт пошел, люди звонили, люди писали, у нас есть там знакомые, могут помочь. Ну, это всегда приятно, то есть ты чувствуешь, что люди идут на контакт, что они готовы тебе помочь, и уже те, которые приходили, понимали, что там были ни тела, ни арды, которые подразумевались. Ну, как бы это было незаметно, это было приятно, чтобы была такая отдача от своей же аудитории. Ну, и всегда помните, что когда вы работаете эффективно в социальной сети, вы можете создать себе онлайн-комьюнити. Онлайн-сообщество, то есть это скорее группа людей, наиболее, скажем так, преданных деятельности вашей компании, которые впоследствии могут стать в какой-то степени даже вашими, ну, не коллегами, но людьми, которые со стороны будут оценивать вашу деятельность, к которым можно будет впоследствии обратиться, поговорить, спросить, а как вы думаете, а будет ли это эффективно и так далее. Потому что сегодня говорить о том, что компания сама по себе живет, нельзя. То есть мы всегда должны ориентироваться на ту целевую историю, с которой мы работаем. И, безусловно, их мнение нам очень важное, нам нужно его узнавать. Но помните, что онлайн-комьюнити, оно зачастую перерастает в оффлайн-комьюнити, поэтому какие-то мероприятия, праздники, те же дни рождения компании можно уже приглашать спокойно в онлайн-комьюнити, то есть кого-то со стороны. Опять-таки отдача какая-то пойдет. Дальше. Интерактив, который заключается в проведении конкурсов и викторин. Но здесь долго останавливаться не буду, потому что тут, в принципе, все понятно. Просто, что вот эти вот конкурсы викторинные, различные какие-то интерактивные штуки можно проводить, опять-таки, на значимой даты компании, чтобы заявить о себе, чтобы напомнить, что вот мы такие, и нам столько-то, столько-то лет. По случаю праздников, то есть, опять-таки, если мы говорим о Тутбай, то мы проводим по случаю разнообразных праздников вот эти конкурсы викторинные к Новому году. И на Рождество, и на 23 февраля, 8 марта, чтобы как-то развеселить и расслабить наших пользователей. Вот. Ну и, в принципе, есть такой момент, что конкурсы викторинные можно проводить просто так, без причин. То есть, опять-таки, вы скорее показываете свое внимание вашей аудитории, показываете свою готовность в различиях и быть с ними. Что это может вам дать? Это дает вам в какой-то степени, ну, в зависимости от того, какой конкурс вы проводите, вы можете познакомиться с командой, которая работает с вами в компании. Так мы, например, когда был день шахмат, проводили шахматный турнир в Скайпе, когда менеджеры наших проектов, 3 или 4 человека, они полностью, шло их описание, кто они такие, чем они занимаются, что они любят, и пользователи, которым тоже были интересны шахматы. То есть, понятно, что это очень узко, но, тем не менее, какая-то часть аудитории вот там на протяжении двух часов проводила вот эти турниры с нашими менеджерами, познакомилась с ними через непосредственно бои шахматные и тоже какой-то интерактив мы провели. Также вот это вот все помогает вам поддерживать лояльность вашей целевой аудитории, безусловно, и привлекает внимание со стороны потенциальных пользователей, потому что в любом случае это где-то проходит. Вы, опять-таки, если у вас есть аккаунт социальной сети, вы запускаете эту социальную сеть. Возможно, кто-то перекинет друзьям с ними, кто-то может этим заинтересоваться, и, соответственно, вы можете привлечь еще дополнительную аудиторию к себе. Еще один пункт – это логикорпоративные ресурсы. Самый, наверное, распространенный онлайн ресурс вашей компании – это может быть корпоративный блог, но это скорее все-таки касается действительно крупных компаний, где, грубо говоря, несколько отделов, где есть что рассказать и сделать корпоративный блог поистине интересным. Корпоративный блог используется для того, чтобы, опять-таки, сообщать вашей целевой аудитории о каких-то новостях, которые проходят в этой компании. Допустим, если вы не рассылаете по журналистам, и, в принципе, журналистами не сотрудничаете, то, соответственно, нужно прибегать к использованию других площадок. Характеристика хорошего корпоративного блога является вовлеченность всех сотрудников компании. Что это значит? Это значит, что в корпоративном блоге, опять-таки, нет каких-то определенных, не должно быть, во всяком случае, определенных границ и правил для того, чтобы он был действительно интересным. То есть, когда вы предоставляете возможность программисту, бухгалтеру, там, не знаю, офис-менеджеру, менеджеру проектов написать какую-то статью в блог про то, что происходит в компании, да, то это всегда интересно, потому что это разные точки зрения, это разное видение в разных плоскостях, и, соответственно, это как-то разбавляет корпоративный блог и делает его действительно читаемым, потому что если ведет один человек, один автор, то рано или поздно в любом случае будут какие-то, ну, чувствуется какой-то повтор, то есть нужно быть действительно очень творческим, креативным человеком для того, чтобы каждая статья, каждая заметка в блог была не похожа на предыдущую. И, безусловно, корпоративный блог используется как площадка, где вы рассказываете о своей внутрикорпоративной жизни, то есть там, где вы делитесь тем, куда вы ходите в компании, как вы проводите свободное время, то есть вы показываете, что вы не просто сидите и работаете, и вообще вы роботы какие-то, а вы действительно живете полноценной жизнью, вот так вот вы развлекаетесь, и опять-таки это делает вас ближе к вашей целевой аудитории, это всегда интересно. У нас на корпоративном блоге Тутблог, Тутбай, у нас есть такая замечательная рубрика, как «Пять фактов», ее мы обводили для того, чтобы наши пользователи, наши читатели могли познакомиться с людьми, которые работают в компании. Суть этой рубрики в том, что каждый работник компании где-то раз в неделю, в две пишет о себе заметку и рассказывает пять наиболее интересных фактов из его жизни. Кто-то пишет про то, где он работал, где учился, какие-то интересные моменты из детства, и что самое интересное, в шоке, ну там ладно пользователи, которые не знают людей, которые в принципе они воспринимают это просто как пять интересных фактов о человеке, который работает на Тутбай, но это очень хороший инструмент также для того, чтобы придерживать командный дух в самой компании, когда ты работаешь с человеком на протяжении многих лет и вот бац, ты узнаешь, что он там такой спокойный, а когда ты занимался какой-то там ужасающей борьбой или там у него ученый поиск по каратэ. То есть, ну это тоже очень хороший инструмент не только для работы с внешней аудиторией, но в том числе с внутренней общественностью. Вот. Ну и подытоживая все то, что было сказано, хочется сказать, что да, пиар в интернете он существует, более того, он работает, но он работает, если вы четко следуете определенным принципам, да, то есть вы знаете свою целевую аудиторию, говорите с ней на одном языке, это очень важно. То есть вы должны понимать, что вы не просто пишете новость, вы не просто проводите конкурс, вы это делаете для вашей целевой аудитории и вы четко должны понимать, чем живет ваша целевая аудитория, чтобы привлечь внимание к себе. Также вы должны помнить, что использовать пиар-инструменты необходимо непрерывно, это касается в принципе всех пунктов, которые были перечислены, чтобы пользователи видели, что вы не умираете в интернете, да, что вы живете, что вы поддерживаете с ними связь. И также вы должны понимать, что наиболее эффективен пиар в том случае, ну, не только в интернете, но вообще в принципе, когда вы используете несколько инструментов и когда вы делаете мониторинг какой-то и оцениваете эффективность того, что вы сделали, чтобы впоследствии сделать какие-то выводы и понять, что же было, допустим, не так, и в следующий раз изменить положение. Все, на этом я закончу. Если у вас есть вопросы, задавайте. Скажите, пожалуйста, вы говорили о таком неформатном общении в социальных сетях, что это неформатном или неформатном. А вот есть ли какие-то у вас нормы или правила, с помощью которых вы можете определить вот тонкую грань между неформатным общением и общением, которое, скажем, может кому-то показаться другому? Спасибо за вопрос. На самом деле здесь нужно свою целевую аудиторию чувствовать и в каждой ситуации это будет всегда по-разному. То есть нельзя сказать, что есть какие-то границы, есть какие-то рамки. Вы должны, просто на самом деле, когда вы работаете с целевой аудиторией, с вашими клиентами, потребителями, вы уже понимаете, как этот человек себя ведет. То есть вы примерно представляете его поведенческие реакции. То есть человек, который, допустим, связан с технологиями какими-то, и он сидит в социальной сети, и там другая компания, у которой целевая аудитория, например, это люди, которые завязаны на дизайне, на чем-то таком творческом. То есть вы же понимаете, что в любом случае поведение, какие-то общения и то, что им нужно, оно будет отличаться. Поэтому тут скорее ваше внутреннее вот это вот ощущение вашей целевой аудитории. И опять-таки повторюсь, что не нужно бояться делать и встретиться с негативом, что вы кого-то обидите. Вы в любом случае кого-то обидите. Даже если у вас будет все идеально. То есть не бывает такого, что ни одного негатива не последует. Ну вот именно что касается социальных сетей, там же получается, ваше сообщение может прочитать любой человек. Да, да. Аудитория хорошо, вы знаете ваше целевое. Вы пишете сообщение, которое как бы рассчитано на эту аудиторию, но человек с другой аудиторией тоже может его почитать. Оно может показаться ему, ну может быть, исполнительным. Ну были вообще такие ситуации? Ну таких ситуаций, наверное, вот я сейчас не припомню, что было именно там, такой конкретный негатив, потому что-то кому-то не понравилось. но тут скорее идет речь о том, что те, на кого это рассчитано, да, они это прочитают, они это поймут, они это отреагируют, даже если негативно, но они это отреагируют именно как ваша целевая аудитория. Если это не понравится кому-то, ну не из вашей целевой аудитории, им по определению это неинтересно. То есть это уже речь идет о том, ну что что-то, допустим, выходит за рамки, и возможно вы говорите о рамках этичности какой-то, да, там какой-то цензуры, нецензуры в социальных сетях. Ну то есть возможно вот этот пункт. Спасибо за доклад. Вопрос такой, мы слышали о том, что черный пиар уже, да, вот, было ли у вас особое использование, а вообще на сколько вы считаете это социальный пиар? Использование вы имеете в виду, что... Черный пиар, то есть? Использовать негатив, да, в качестве пиара? Сами мы не практиковали, честно скажу. Ну, просто опять-таки это зависит от людей, которые работают в команде. У нас как-то к черному пиару все-таки отношения, да, есть мнение, что черный пиар иногда может принести какую-то пользу и сыграть плюс для компании, но мы пока целенаправленно этим не занимались и в ближайшее будущее, надеюсь, даже не планируем. был у нас случай буквально когда мы проводили последнюю конференцию, когда у нас там немножко, скажем так, некрасиво получилось в плане выбора докладов и был негатив, скажем так, от, ну, скорее даже, опять-таки, не от нашей целевой аудитории пошел негатив, да, пошел негатив от людей, вот, просто, которые подхватили шуму, который там, где-то пробежался. и самое приятное, опять-таки, наверное, когда есть репутация в компании, когда ты над этим работаешь, когда ты постоянно общаешься с людьми, которые живут с тобой каждый день, то ты прекрасно понимаешь, что любой негатив, который идет в качестве черного пиара от конкурентов или там, от людей, которые хотят нанести, ну, даже неосознанно, допустим, какой-то ущерб, ты понимаешь, что твои люди, они с тобой же и останутся, потому что они знают, что там компания работает, что, возможно, это, ну, зависть не зависть, а какое-то вот желание просто пропиариться, используя известный бренд, например, ну, такие случаи тоже есть. Вопрос по поводу целевой аудитории тоже. Вот сейчас Турбай заметно очень растет, в последнее время расширяется, и вот, наверное, уже по праву можно назвать таким всенародным сайтом, порталом, но мы как пиарщики знаем, что продукты для всех не бывают, да, и вот хотелось бы спросить конкретно, где вы сейчас очерчиваете границы целевой аудитории Турбай, первичная, вторичная, и есть ли динамика, то есть, ну, есть ли какие-то, может быть, какие-то пласты, да, аудитории, на перспективу, которые вы тоже вы хотели охватить, то есть, как поменяется ли это, вот, изначально, вот, как было в Турбай, растет ли это, или в Турбай? Спасибо за вопрос. Ну, сказать, что, да, динамика есть, у нас больше стало молодежи, больше ребят, которые, ну, опять-таки, за счет того, что мы выходим в социальные сети, там аудитория молодежная, да, ну, как правило, поэтому динамика в сторону умоложения, омоложения есть. Говорить о четких границах по стат-дему скорее я бы не стала, мы сейчас стали уходить вот от этого понимания демографического какого-то деления, по возрасту, по полу и так далее, потому что это не работает. Да, это необходимо учитывать для статистики, например, вот как вы сказали, для того, чтобы понимать, в какую сторону динамика пошла, да, и в какую сторону дальше идти. Но в то же время мы скорее сейчас ориентируемся на, ну, то есть по поведенческим каким-то реакциям, по тому, как люди себя ведут, опять-таки, анализируя то, что пользуются большей популярностью, то, что пользуются меньшей популярностью, какие-то, какие у нас проекты больше-меньше посещаются и так далее. Поэтому говорить о четких границах именно, ну, по возрасту, каким-то категориям, по географическим, мы уже так не говорим, потому что это, в принципе, ну, мы считаем, что это не совсем работает. Мы это учитываем для аналитических какой-то части, но именно для себя мы делаем уже более в плане поведенческих каких-то реакций. Добрый день, я с вами Владимир. Скажите, Дарья, сколько человек работает в компании, именно в пиар-отделе в Маринотбайне? Два человека. Вы и еще один, да? Да. Теперь. У нас просто есть отдел маркетинга, которому подчиняется пиар-отдел, поэтому в любом случае у нас есть возможность общаться и, как говорится, проводить брейнсторминг каких-то креативных штучек, идей, направлений, поэтому, ну, непосредственно самим пиаром, да, два человека, но это, опять-таки, это все в массе, то есть у нас поддержка хорошая компания есть. И мониторинг там два человека, да? К мониторингу мы еще одно соотношение включаем, потому что это просто нередно может понимать, потому что там в голове был продал и представить, что нужно поменять абсолютно все проекты, абсолютно вот все мероприятия, которые мы проводим, это физически невозможно, поэтому мы привлекаем сторонние компании для того, чтобы они нам помогали. Даня, можно узнать, по вашему мнению, какой способ будет отвержение ресурса наиболее эффективен, если ресурс направлен на определенную территорию, например, город Минск, услуги, как лучше бы продвигать его в сети или в режиме в оффлайн в реальной жизни? Ну, тут, понимаете, тут такой вопрос, говорить о том, что следует заниматься только, говорить, вернее, об эффективности только оффлайна или онлайна, нельзя, нужно все это делать в связке. Мы опять-таки, если брать нашу компанию, мы тоже не занимаемся только онлайн, пиаром, мы выходим в оффлайн, потому что в любом случае какой-то предметной части поддерживать нужно, то есть нужно проводить какие-то акции, нужно заявлять о себе, чтобы люди тоже ходили, смотрели, видели, могли это пощупать, могли это увидеть там на каком-то буклетике, да, ну, который там, возможно, просто оффлайн тогда нужно креативно придумать, да, то есть чтобы он не повторял, что это опять-таки был каким-то нестандартом, неформатом. А если говорить в онлайн, а сайт у вас есть, да? Нет. Ну, вот следует, наверное, следует, наверное, начать с того, чтобы завести, ну, насколько это, конечно, релевантно, на самом деле, смотря какая у вас оборачиваемость, какой масштаб, и что вы вообще планируете, потому что, безусловно, сегодня нужно иметь сайт, для того, чтобы людям было удобнее, ну, тем более, если вы говорите о Минске, для того, чтобы людям было удобно зайти к вам, посмотреть еще там, то, что вы предлагаете, и потом уже, исходя из этого, можно поставить, допустим, те же социальные сети, ваши аккаунты, да, кнопочки, чтобы люди приходили к вам и начинали общаться также на социальных сетях, то есть, с моей точки зрения, да, наверное, на социальных сети, вот, ну, для такой сферы, для, как вы говорите, там, я так понимаю, не интернет-магазин, и интернет-магазин. Ну, то есть, чтобы компания была, скажем так, она должна присутствовать, как я уже сказала, да, на онлайн-площадке обязательно, и, вот, если вы вводите себе, аккаунты заводите, чтобы, ну, поскольку со средствами массовой информации вряд ли, наверное, получится сотрудничать, но если, хотя, тоже, как вариант, звучать еще, вот, через онлайн-ресурсы, но в первую очередь, социальные сети, да. Просто, как мне кажется, что в интернете уже продвигать, ну, банально уже, если на какую-то локальную территорию, мне кажется, интереснее было бы в реальной жизни как-то рекламировать и что-то придумывать. Ну, вот, я бы про банальность поспорила, на самом деле, интернета, потому что, если вы будете думать, что это банально, ваши, опять-таки, конкуренции, которые возят, допустим, такие же услуги, да, вы же понимаете, что рынок, он действительно, ну, особенный рынок услуг, то есть, я там уже не знаю, в какой сфере вы работаете, ну, непосредственно, уходить в более узкую сферу, но при всем при этом, ваш конкурент спать не будет, то есть, он прекрасно понимает, что где-где в интернете будет самая активная аудитория, та, которая будет быстрее всего реагировать, та, которая будет следить за новостями компании, скорее в онлайне, нежели в офлайне, то есть, вы же понимаете, что в офлайне, если вы что-то проводите, опять-таки, это недолгосрочно, проводить на долгосрочной основе какие-то пиар-акции, ну, это, наверное, даже в какой-то степени финансово не совсем релевантно для компании, а делать какую-то, допустим, точечную пиар-акцию, да, пускай даже она будет пафосная, но если вы ее делаете точечной, то тоже не факт, что пойдет какая-то отдача, то есть, вам нужно дальше аудиторию зацепить на этой пафосной пиар-акции и привезти куда-то, и вот вам нужно подумать, куда же вы ее приведете. Спасибо. Спасибо. Отвечать, не отвечать. Ну, смотрите, реагировать в любом случае нужно. Другой вопрос, что люди, которые троллят, они впоследствии начинают уже, ну, то есть, это видно, что они занимаются, вот лишь бы, еще раз написать, вот лишь бы что-то зацепиться за непонятно что и там развести из этого бардак в интернете. И, опять-таки, люди, которые здравомыслящие, которые абсолютно не, ну, скажем так, не будут этим заниматься в нормальной жизни, да, они, ну, то есть, да, вы ответите, вы как-то, дальше уже как-то красиво замять, да, у вас реакция пошла, вы отреагировали, вы поблагодарили за то, что ставили комментарий, вы сказали о том, что компания об этом позаботится, поработает, подумает, и все там. Если он уже дальше что-то пишет, ну, то есть, логично, что он уже просто хочет обратить на себя опять-таки внимание и хочет вас задеть. Ну, тут, опять-таки, уже зависит от того, какое было последнее сообщение, да, если у вас действительно было к чему придраться в ответе, потому что, мы всем, что вы не будете отвечать, да, спасибо, мы приняли к сведению, то, возможно, еще раз нужно будет ответить. То есть, ну, это в каждой конкретной ситуации нужно как-то среагировать, но бояться их тоже не стоит, потому что они, ваших клиентов, они точно не уведут. Спасибо большое за интересный доклад. Я вас хочу сейчас попросить выбрать самый интересный вопрос, на ваш взгляд. Ну, давайте вот про троллинг. Спасибо. девушка, пожалуйста. Я обращаю диплом, что я вообще не ссалюю. Спасибо большое.